Всем привет! Друзья, вы слушаете 34-й выпуск из D-Casta, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон. Сегодня у меня в гостях Максим Рыжиков, разработчик такого проекта, как U-Track, в компании JetBrains. Макс, привет! Привет! Привет всем! Ну, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, чем ты занимаешься, как вообще я попал в наш славный айтишный мир. Всегда интересно. Ну да, у меня на самом деле ситуация, наверное, не совсем стандартная, немного отличается от всех остальных. В мире айти я, наверное, уже, вот я так посчитал сегодня, чуть больше, чем 5 лет я занимаюсь этим, и по большей части это веб-разработка. Вот, заканчивал я физический факультет Ленинградского государственного университета, и вообще, как бы, никак не был связан с айти. Вот, как-то 5 лет назад меня брат просто пригласил поработать у него в конторе, а он, как бы, заканчивал химфак, и по случайности начал программировать. Ну, тоже, честно говоря, не сказать, что прям стандартное такое-то. Да, да, ну вот, я, как бы, пошел, думаю, дай-ка попробую. Вот, начинал я, собственно, с HTML или CSS, вот, и так потихоньку-потихоньку и затянуло меня. Вот, то есть, там, как бы, был первый мой проект, это мы разрабатывали медицинскую систему на Ruby, и, ну, собственно, был клиент на JavaScript написан, то есть, это была веб-система, она работала в браузере. То есть, сейчас, как бы, это уже не новый, все делают в браузер, ну, считаю, это уже скоро операционная система даже, по-моему, уже есть, да, у Google или кто-то они прям делают на основе браузера. Да, да, Chrome OS, да и уже там чуть ли не просто Linux в JavaScript в браузере запускают. Сейчас уж все, что не лень, в общем, в браузер загоняют. Ну, вот, тогда я пришел и начал верстать просто, как бы, статичный сайт, они делены в медицинскую систему, и я вот должен был сверстать сайт. Вот, и где-то пару месяцев я верстал этот сайт, а потом потихоньку-потихоньку влился в проект и начал заниматься JavaScript-ом, ну, сразу же вот. Вот, ну, а потом постепенно, конечно, я, как бы, перелез еще и на Ruby, потому что в том проекте ты должен был быть full-step разработчиком, то есть ты не только должен был знать JavaScript, но и сразу и на клиенте, и на сервере. Слушай, а большая там команда была разработчиков, вот как-то так? Нет, там была, когда я пришел, человек 7, наверное, или 7-6, вот так, ну, то есть, на самом деле, небольшая такая команда, и мне кажется, это неплохое количество разработчиков, которые могут за полгода, например, хорошо друг с другом сладиться, да, и разрабатывать вот именно как команду. Потому что вот после этой конторы я переехал в Москву, там немного поработал в такой конторе, как Zarium, вот, они делали сайт знакомств, вот, я там проработал два месяца, а потом перешел в Яндекс. Вот, и в Яндексе, там в почте я работал, вот, там уже была большая команда, вот, и понятно, что там было тяжело вот именно сами такие вопросы командные. Ну, коммуникации какие-то, взаимодействия, да? Да, и чем больше команды, тем, как бы, сложнее оперировать, там уже, как бы, хорошие специалисты, которые уже следят именно только за командой, вот, и всякие инструменты для этого используют. Вот, на первой конторе было такое число 6-7 человек, и все сработались, и был как, ну, такая, как один человек, можно сказать, работал. Вот, куча методологий там применялась, то есть, я могу сказать то, что я вырос, наверное, в хорошей среде, то есть, мне повезло, то, что я попал вот в такую команду, которая, по сути, в меня, наверное, с самого начала заложила правильные правила, что ли, ну, как надо писать код. Не, ну, слушай, ты, если ты говоришь, что там всякие еще и правильные, там, методологии применялись, то это, как бы, вообще круто, потому что, ну, обычно, там, скажем, в большинстве случаев, там, и у меня в частности, да, это, конечно, все начиналось, там, ну, еще в дорогих, там, начала двухтысячных, это, сам понимаешь, там, никаких методологий, ничего, там, и вот это все потихонечку, потихонечку, а когда тебе, там, как бы, ты ничего не знаешь, и тебе сразу говорят, чувак, вот, правильно, вот так, правильно, там, не знаю, писать, там, agile, советы, мерджи-квесты, не знаю, там, код-ревью и всякое. Такое, оно очень сильно, мне кажется, помогает, как ты считаешь? Да, я полностью согласен, вот, ты сказал, понимаешь, я тебя не понимаю, потому что я в двухтысячных не разрабатываю, вот, я начал разрабатывать только в 2010-м, и, вот, говорю, в правильной команде, вот, но о том, то, о чем ты говоришь, я это ощутил, например, вот, в других проектах, когда я уже переходил, и там, видимо, люди уже по накатанным шли, и вот они, там, не использовали, например, тесты, да, разработки, через тесты, не использовали review, continuous integration, вот это все, и для меня, как бы, это уже казалось, для меня это было нормой, когда я приходил, казалось, дикой сюда, и, зачастую, когда я приходил, я пытался тоже передать вот эту культуру, в которой, как бы, я взращивался как программист, и, вот, по сути, в каждой конторе, в которой я работал, я первым делом, что делал, я настраивал тестовую среду, потому что без тестов я уже не мог никуда, вот, у меня было, ну, вот, настолько они били в мое мышление, что я и до сих пор, то есть, разрабатываю через тесты, вот, все эти гоны, да. Ну, однако, однако, да, слушай, вот, не встречал пока вот людей, которые так сразу, так сказать, хоп, и уже тдд, прям вот, так сказать, с пеленок, что называется, программистских таких, но это, наверное, все-таки еще потому, что был рубишный проект, и все-таки вот это, мне кажется, оттуда как-то пошло, наложил отпечаток, нет, не думаешь? Да, именно так, потому что в то время, мне кажется, руби был, как раз, вот, сейчас называют JavaScript хипстерским, да, вот, но если можно выражать, типа, хипстотой якобы, что это было что-то новое, какие-то новые веяния, да, то вот в те годы, это 2010 год, руби как раз был тем языком, вот, куда шли такие креативчики, вот, своего рода, вот, и они, как бы, все время брали какие-то новые технологии, методологии и их применяли, вот, и, конечно, руби здесь, ну, повлияло, повлияло, повлияло. Ну да. Сыграло свою роль. Ладно, расскажи, как ты попал в JetBrains. В JetBrains я попал, потому что мой руководитель, который был у меня в Яндексе, он перешел в JetBrains, вот, а со временем, как бы, позвал меня, но я подумал, почему бы и нет, вот. На тот момент я уже два года проработал в Яндексе, ну, кое-чего там добился и решил, как бы, просто попробовать в JetBrains, потому что мне казалось, что, в принципе, для меня это был шаг вперед и что-то новое на тот момент. Слушай, и ты пришел сразу, как бы, уже в какую команду? Ну, тогда уже Utrek был или это когда это было? Это, я так понимаю, был не так давно там. Это было не так давно, да, я в JetBrains работаю порядка полутора-полтора года, вот, и пришел я не в Utrek, вот, у Utrek история там исчисляется шестью годами, вот, то есть он довольно такой же зрелый продукт, а я пришел в проект такой новый, молодой, который был в JetBrains, RIVUS, о нем мало кто знает, хотя есть парочка видео на YouTube, вот, с докладами о нем. Ну, я, кстати говоря, тоже как-то вот не слышал, расскажи в двух словах, что это. Да, это было что-то наподобие, даже не знаю, как сказать, вот есть гид, да, с ним обычно там контактируют там через консоль или какие-нибудь IDE, вот, а RIVUS, это был такой программой в браузере, которая позволяла бы тебе вот работать с гидом, при этом там добавляла парочку плюшек, например, синхронизацию, то есть ты там на работе сидишь где-то, да, у тебя репетория под гидом, ты что-то правишь, вот, это все синхронизируется на нашем сайте, в сервере, вот, а потом ты приходишь домой, и у тебя открываешь свой проект уже на домашнем компьютере, у тебя все синхронизируется. Ну, если так прям вот поверхностно сказать, то это то же самое, чтобы положить, например, гидовый репозиторик в Dropbox, да, и на всех своих компьютерах, как бы, вот, ну, поставить линки. Ну, да, 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 ага. Вот, это что-то наподобие этого было. Вот, то есть я там проработал 4 месяца, мы проработали вот в этом проекте, а потом его решили, в общем, заморозить. Вот, и всех участников по другим проектам распределили, ну, и я, собственно, попал в U-Track. Ясно. Да. Ну, расскажи в двух словах, вот, как бы, в принципе, для тех вдруг, кто из наших слушателей не знает, что такое U-Track, и ты говоришь, у него такая довольно-таки долгая история, но просто как оно там, что тебе известно, как он развивался, и вот, в какой момент ты туда попал. Ну, U-Track – это issue tracker, bug tracker, такой же, как Jira, вот, наверное, самый популярный сейчас, вот, и, как бы, отчасти наш конкурент, вот, попал я туда год назад, и, ну, приложение, клиент-сервер, тоже, собственно, это не для полной новости, то, что, как бы, там, весь UI находится в браузере, вот, ну, собственно, сервер написан был на MPC. Ну, ну, тут надо заметить то, что в JetBrains очень любят dogfooding. Ну, да, да. Ну, то есть, обычно используют свои инструменты для разработки, ну, и свои же языки, вот, и U-Track, ну, как я знаю, вот, начинался с MPC, вот, такой мета-язык, который позволял тебе описывать свой язык, ну, то есть DSL, да, на котором ты уже реализовывал свою программу, вот, и первая версия U-Track, она как раз была написана на MPC, вот, и была написана, потому что, как бы, это, как бы, был, так, тестовый проект, да, посмотреть силы MPC, вот, и так вот, они писали где-то 5 лет, наверное, на MPC, а вот, в тот момент, когда я уже пришел, они потихоньку начали переписывать его на код, это тоже наш новый язык, вот, он такой, более упрощенный Java, то есть он умеет компилиться в JVM и при этом еще в JavaScript, вот. Ну, в U-Track я попал как фронт-энд-разработчик. Ну, поскольку, да, UI, как бы, в браузере, все вполне логично, да. Да, вот, поэтому сейчас у нас такой переходной период немножко, то, что у нас часть кода написана на MPC, часть, вот, новую мы переписываем на Kotlin, вот, ну, собственно, UI старый тоже был написан на MPC, вот, а новый UI мы пишем уже на современных технологиях, там используем Angular, вот. Веб-пак тоже с Грантом у нас есть для сборки проекта. Слушай, а расскажи, как вот у вас, как бы, изначально, в итоге все было грамотно разделено фронт-эндом от бэкэнда, или вот, когда все было на MPC, оно, как бы, все было, ну, как там, Google Web Toolkit, да, то есть, как бы, все писалось, там, в одном языке, где-то в одном месте, а дальше оно уже, там, рендерило и бэкэнд, в смысле, обрабатывало, и фронт-энд генерило. Честно говоря, не знаю, меня не допустили до MPC, не знаю, не травмировать меня, но все, скорее всего, как бы, ну, какое-то разделение, понятно, было, вот, но это был один код, и команда была одна, и, как бы, все писали и UI, и серверную часть, и бэкэнд, вот. Вот, вот, когда я пришел уже, там уже были явные разделения на клиент-бэкэнд, то есть, там, как бы, были именно, ну, фронт-энд-разработчики, такие, как я, вот, еще двоих мне дали, которые до этого разрабатывали на MPC, вот, и уже, как бы, отдельно бэкэнд, то есть, бэкэнд уже не лезет, как бы, в клиент, ну, или очень редко, ну, а клиент на бэкэнд, у нас уже есть такая стена получилась, а до этого все писали все. Ну, понятно, слушай, и что вы, вот, как бы, сейчас, когда начали разделять, расскажи, ты, там, упоминал Angular, соответственно, у вас, как основной фреймворк, да, используется, ну, первый, понятное дело, вот, а почему Angular, вот, как, как бы, ты участвовал в принятии этого решения, или уже оно было принято до тебя, так сказать, или какие, если нет, то какие были еще, там, альтернативы, на что еще смотрели? Ну, оно было принято до меня, вот, когда я пришел в Rewus, мы Rewus писали на React, когда в этот момент React, вот, набирал свою силу, и Rewus мы писали на React, когда я попал в U-Track, видимо, в тот момент, когда они начали переписывать, тогда, как бы, был популярен Angular, а React не настолько еще зрел. Вот, поэтому, видимо, выбор пал на него, ну, и, собственно, я думаю, это неплохой выбор, потому что, как фреймворк, он довольно мощный, вот, и, ну, это первый мой проект, где я, вот, прям, в продакшене использую Angular, вот, и, по качественной говоря, я доволен. Слушай, а вот тут в свете, там, выхода 2.0, и вот этого всего, вы, как, вот, на все это смотрите, думаете, вообще, как бы, волнуетесь, переживаете, будете ли вы, там, переходить на вторую ветку, или вообще, какие, как у вас планы расклада? Ну, смотрим, да. У нас, как бы, несколько проектов, на самом деле, U-Track еще вот сейчас в текущей реализации, мы еще даже разбили, пошли дальше разбили, то есть у нас есть не только клиент-сервер, но и на клиенте мы, например, там, разбили подсистемы, такие как админка, репорты и дашборд, это у нас, по сути, отдельные клиентские подсистемы, вот, и некоторые из этих подсистем могут жить отдельно, то есть, например, дашборд у нас это как отдельный сервис вообще, им занимается, как бы, отдельный разработчик, вот, и с помощью компонентов внедряем его к себе, поэтому, да, мы следим, мы следим за этими новыми веяниями, но, честно говоря, пока не хочется спешить, ну, как бы, проект у нас уже в продакшене, он используется, то мы обычно обдумываем вот такие решения, но и спонтанно не принимаем. Нет, нет, это понятно, что, как бы, когда там уже продакшен запущен, вот так взять, а, давайте перепишем, это, во-первых, нереально, а, во-вторых, может быть, очень больно впоследствии. Ну, и затратно. Вот, и затратно. Телесообразно, да. А так смотрим, смотрим, и мы пытаемся разбить так, чтобы потом было проще, это, не знаю, перейти на какие-то классовые языки, типизированные, вот, если это какие-то профиты нам даст. Угу. Слушай, ну, а расскажи еще вкратце, как вот у вас устроен, то есть у вас Angular как фреймворк, ты упоминал там, vpac-гран для сборки, соответственно, да, вот. Угу. Вот, что еще какие-нибудь такие интересные архитектурные в особенности технологии, что-то еще, ну, так. Ну, вот из архитектурных особенностей, интересно, как мы разбили, то есть я, когда пришел, там была, было у нас только переведено, переведено репорта, вот, и они были сделаны на, ну, структурированные файлы системы, по крайней мере, как BAM, ну, то есть там компонентик, да, вот, у тебя там есть график, это отдельный компонент. Угу. У нас как бы есть вертикальное разбиение, о котором я упоминал на подсистемы, вот, то есть мы прямо вот, ну, есть отдельные подсистемы, это админка, репорт и дашборд, а внутри них мы уже используем модель MVC, ну, то есть где у тебя отдельно в папочках хранятся темплейты, отдельно у тебя хранятся сервер, сервисы, отдельно директивы. Угу. Да. У нас больше проблем нет, то есть MVC чем хорош? Тем то, что он довольно прост, да, вот, и его легко понять, то есть если тебе надо какой-то шаблон добавить, ты понимаешь, что он должен лежать там в папочке темплейт. Если тебе надо добавить какую-то модель, то ты понимаешь, что она должна лежать в папке сервис Если тебе там надо добавить константу, то ты понимаешь, что там должен пойти вот такой файл и только там ее добавлять Ну, как бы некое такое вообще принятое же соглашение, как бы по-понятному Да, ну и то, что у нас как бы отдельные подсистемы еще есть То есть мы дальше их можем, например, уже между собой закрепить за отдельными разработчиками, как ответственно По поводу технологий, ну Angular, да, тут, наверное, не знаю, что рассказывать, но Angular он и есть Angular приятен тем, что первое, и, наверное, чем он хорош для фреймворка, потому что я считаю, что он зрелый То, что они ориентировались на тестирование То есть тестировать контроллеры и сервисы довольно просто, потому что они отвязаны от дома То есть все манипуляции с домом, они либо делаются в самом фреймворке Ну, с помощью вот этого скоупа, доллар-скоупа Ну да Есть такой специальный объект, который связывает вашу модель с представлением Либо ты уносишь это все в директиву Поэтому у нас как бы сейчас в проекте уже порядка 800 тестов Тем не хорош, что ты, если какую-то багу находишь, на нее пишешь тест, все, и эта бага, скорее всего, больше не проявится Потому что тесты ее будут ловить По поводу всяких таскранеров Изначально использовался Гранд Потом мы вот сейчас, месяца три назад, мы переехали на веб-пак Но на то были свои причины, потому что у нас есть внутренняя библиотечка Которая используется уже между проектами, несколькими И она написана на реакте и билдится с помощью веб-пака И мы, чтобы не загружать ненужные нам модули, мы тоже как бы из этой библиотеки с помощью реклая подгружаем только нужные части И, собственно, нам приходилось тоже билдить их через веб-пак Когда мы сидели на Гранте, сейчас мы решили перевести все наши приложения на веб-пак, чтобы как бы избавиться от лишнего инструмента, такого как Гранд А вместо тест-кранера мы взяли просто стандартные NPM, NPM-скрипты Слушай, а вот, кстати говоря, интересно, расскажи, как ощущения, вот Гранд, веб-пак, какие-то реальные плюсы, профит ощутили после перевода? То есть быстрее, удобней? Есть и плюсы, и минусы свои, да Но это как бы стоит заметить, инструменты, они как бы разные Да, безусловно, они не то, что прям, ну, то есть Гранд и Галп, они где-то, да, в одной плоскости, а веб-пак все-таки немножко отличается Но, тем не менее, он покрывает какую-то там часть задач, да, пересекаются они, поэтому вот, интересно Ну, в плане именно архитектуры, которая у нас там с помощью реклая, они улучшили читабельность То есть ты, по крайней мере, видишь сейчас, от каких компонентов зависит твой модуль, твоя подсистема Вот, это явно выражено через реклая И девсервер, который там есть, он тоже позволяет себе приблизить продакшен, окружение к девелопменту То есть, по сути, вот, то, что ты видишь в девелопменте, то же самое и в продакшене Потому что он там прогоняется через те же минификаторы Вот, то есть в этом плане плюс Вот, минус в плане тестирования Вот, то есть если с Грандом у нас как бы лежали просто отдельные файлики, да И они не билдились То запуская там Таскрана, например, Карму Вот, все работало очень быстро Вот, потому что это был отдельный файл Если он изменялся, то просто страничка перезагружалась Вот И просто заново прогонялись тесты Это там занимало порядка, не знаю, нескольких секунд, миллисекунд даже Угу То есть мы все соблюдили, но все равно сейчас у нас тесты гонятся там порядка 15 секунд А с Грандом они у нас гнались там 2 секунды максимум В этом плане мы как бы проиграли Вот, но все-таки мне кажется, ну, вебпак он хорош То есть я бы его использовал в дальнейшем для того, чтобы ты мог реюзать, по крайней мере, NPM-овские модули Вот, тем самым То есть Бовер мне не нравится Он как бы довольно нестабильный инструмент С ним куча проблем Вот С гн-паком проблем поменьше Ну, да, сейчас в последнее время как бы Хотя я считаю, знаешь, что когда он появился В принципе, это был неплохой инструмент там для чисто для фронта Вот он очень быстро как бы Ну, легко можно было с помощью него там подключать модулей Все быстренько понаписали там своих пакетов туда И все стало хорошо Потом, конечно, вот сейчас как бы В общем, как-то уже, по-моему, последний даже уже разработчик сказал, что все, я устал И я тоже перестаю его там разрабатывать, поддерживать Сейчас, конечно, уже NPM Можно все то же самое делать через NPM, по большому счету Да, ну, NPM и вебпак Вебпак как бы перевернул здесь мировоззрение на клиентские модули Теперь они как бы поставляются точно так же, как и для Node.js Вот, а ты можешь их использовать уже в браузере И использовать там в браузере файл и вебпак Ну да В этом плане как хорошо Ну, NPM скрипты мне, честно говоря, нравятся Вот я бы, даже если использовал бы ГАЛП Я, наверное, все равно сделал вот этот фасад через NPM Потому что все равно от NPM мы никуда не денемся, скорее всего Ну, в ближайшем будущем А вот всякие такие инструменты, как ГРАНТ, Вебпак, ГАЛП, Браузерифай Они могут меняться со временем Вот, и поэтому такой фасад, он как бы, ты можешь продумать его, например, там, ту же команду NPM Start, да, она может там запускать Ну, для пользователя, для другого разработчика неважно, да, что она запускает Ну да Он знает, что поднимется сервер Вот, сервер, дальше с помощью которого он может разрабатывать Вот, поэтому такой фасад хорош, по моему мнению Ну, как бы, не привязываться жестко к используемым, не слежащим, так сказать, каким-то библиотекам, там, и фреймворкам, и технологиям Да, да Да, логично Слушай, ну, расскажи немножко про команду, да, вот, в принципе, просто, насколько у вас вообще большая команда, вот, которая разрабатывает непосредственно Utrek, там, в целом, и фронтенд, и бэкенд Ну, и по части, соответственно, фронтенда тоже, как у вас устроено, организовано, там, сколько, кто, чем, как занимается Ну, как я говорил, у нас теперь есть жесткое разделение между бэкендом и фронтендом На фронтенде у нас сейчас три разработчика Вот, на бэкенде у нас десять разработчиков Это десяти Вот Из интересного мы сейчас вот перешли на agile разработку, то есть у нас есть спринты Вот, мы в две недели ставим себе задачи на две недели И эти две недели их делаем И, конечно, ежедневные встречи Это тоже очень хорошая практика, по мне Ее даже можно внедрять не в больших командах, даже можно начинать там с команд, не знаю, три человека, четыре Потому что плюс в том, что он заставляет людей делать именно Потому что ты знаешь, что тебе придется что-то сказать каждый день, да, там, в три часа А соврать ты не можешь, вот, поэтому тебе надо как-то это делать Ну, либо говорить, в чем проблема Ну, и, собственно, позволяет, да, выявлять на ранней стадии всякие проблемы Если кто-то там, ну, на чем-то застопорился А вы собираетесь вообще все или только фронтендеры, или с бэкендерами вместе, вот, на такие стендап-митинги? В ютреке мы все вместе собираемся, потому что у нас еще не такая большая команда И, в принципе, на митинг у нас он уходит там в среднем 15 минут Каждый говорит, что он делал, что он сделал, и что он будет, ну, чем он занимается, и что он будет делать потом Ну да, да, ну, обычная практика, конечно Слушай, ну, а вот, смотри, здесь уже, то есть, там, три фронтендера, да, и там, 10 бэкендеров Уже вот вопросы, там, коммуникации, как здесь уже, да Ты вначале говоришь, что когда там было, там, 5-6 человек, это вообще, там, практически идеально, когда все тут рядом И, там, эй, Вась, тут надо то, там, Миша, кинь-ка мне, там, всякое такое Здесь уже немножко все же это сложнее и больше, вот, расскажи, как твои, там, ощущения И, как у вас это построен процесс взаимодействия Ну, нам везет, то, что большая часть разработчиков бэкэнта, они сидят рядом в одном офисе Вот, то есть, это упрощает коммуникацию То есть, ты можешь подойти к ним, узнать, вот Ну, что часто, честно говоря, я и делал, например, что-то непонятно Ты просто подходишь, ну, либо переписываешься с ним через слаб тоже Вот, ну, еще из практик мы ввели, вот, говорю, у нас появились спринты И на каждый спринт у нас, там, есть свой канал Слайки, где, вот, собираются люди, которые, там, делают похожие задачи Вот, и они просто там коммуницируются Вот, довольно эффективно Хотя, даже, как бы, мы сидим, в принципе, все рядом Кабинеты находятся на одном этаже Слушай, а вот, как вы, там, когда обсуждаете какие-то задачи, как вы, там, договариваясь о том, как фронтенд с бэкэндом взаимодействует? У вас уже есть какое-то выработанное на уровне проекта, ну, подход, там, к архитектуре, скажем так, течет Либо вы, там, каждый раз как-то между собой, а вот куда мне, там, какой, там, роуд, что ты мне вернешь, в каком виде, вот, как это все? Ну, да, сначала, как бы, договариваешься, ну, уже садишься с конкретным, то есть, есть, там, задача, например, реализовать, там, репорт, да На него выделяется, там, два бэкэндера, два фронтендера Вот, они садятся, обговаривают, какие, какой будет API юриста, вот, какие данные он будет возвращать Вот, мы это все проговариваем, записаны задачи, все, и дальше мы можем работать параллельно То есть, мы у себя, там, пишем мокки, вот, которые, там, тестируем, ну, с помощью моков, запросов То есть, мы знаем, что если мы заменим на реальное, то у нас все будет работать То есть, только в этом плане, на самом деле, нет таких, вот, больших нужд, как-то это еще более бюрократично делать А по поводу коммуникации, то, что хотел заметить, помню, в Яндексе мы, как-то, тоже сделали чатик в Скайпе Хотя все сидели мы тоже в одной комнате, но это действительно очень улучшило коммуникацию в команде Вот, прям, это была ощутимая польза Поэтому, вот, эти чаты, мне кажется, их часто недооценивают Ну, я, честно говоря, тоже, у меня тоже, знаешь, как бы, там, на работе, хотя мы все сидим, там, вообще, там, по сути, там, в соседних комнатах Если не в одной, да, там некоторые разработчики Но чатики тоже есть у нас, там есть чатик специально, там, для Веба только, где, по сути, там, ребята по одному проекту, как бы, в основном сидят И, хотя они там сидят рядом, но, знаешь, как бы, там, что-то написал, спросил Это, во-первых, не отвлекает когда-то, то есть, ты заглянул, увидел, знаешь, ответ, там, написал, что-то, ну, как-то прокомментировал Это всегда полезно У меня, поэтому, там, начальник в некоторых случаях тоже удивляется Говорит, слушай, а, типа, вот, вы тут рядом сидите, спросить же можно, зачем, там, писать, условно говоря Но не всегда спросить это лучше Хотя в некоторых случаях, вот, тоже, знаешь, не стоит злоупотреблять Потому что, тоже знаю примеры, когда, наоборот, народ, там, пишет что-то, хотя, вот, какой-то вопрос более кардинальный Который можно значительно быстрее и эффективнее решить, именно, там, ну, голосом подойти и спросить Вот это тоже важно Да, но в чатике, мне кажется, сразу на этом сделать акцент Сказать, просто подойди и спроси Ну, да, это, если есть кому, так сказать, это самое заметить, то окей Но не всегда так бывает Ну, конечно, везде нужно следить за этим Потому что, порой, там, кому-то хочется какими-то поделиться, не знаю, котиками Вот, за этим надо следить, чтобы он не пролезал эти чатики И заводить какие-то, не знаю, посторонние, типа, посмеяться чатики Чтобы эти дела делали там Вот, везде, конечно, нужен контроль Потом в какое-то время, наверное, ну, со временем народ самоорганизуется И, там, уже, может, это ослабит Вот, на первый период, да, наверное, за этим придется последить Но, как по мне, так, польза от них большая Если кто-то там не применяет, попытался бы, например Потому что люди чаще, как бы, им проще написать, чем сказать Вот, а другим, как бы, проще ответить, потому что их больше Например, это уже услышит не один человек, да, который, там, не в наушниках А сразу 10 увидит 10 голов лучше, чем надо Ну, да, это точно Слушай, а расскажи немножко еще, ну, ты там упоминал, что у вас, там, сейчас agile, двухнедельные спринты Вот, в принципе, про жизненный цикл, как вы, там, планируются релизы, вот, ну, вот, более, так сказать, глобально Ага, ну, у нас релизы приблизительно полугодовые То есть у нас, как бы, это не двухнедельный релиз У нас такой проект, он, как, например, идея, как все остальные продукты JetBrains Обычно там у них релизный цикл, это полугода, год, вот так И у нас, собственно, такой Но у нас есть, просто, например, наш, так называемый, продакшн Это наш EU-трек JetBrains.com, вот, где мы выкатываем последние, как бы, наши изменения И, по сути, на нем тестируем, как продакшн окружение Есть, конечно, и девелопмент А вот этот продакшн, это им, как бы, вы сами им пользуетесь, да? Да, мы пользуемся сами и пользуются, ну, все остальные продукты JetBrains А, понятно, ну, то есть если кто-то с внешней стороны, ну, извне хочет завести как-то Какой-то фидбэк, они идут на, вот, собственно, туда, на EU-трек JetBrains и там заводятся Да, да, да Ну, еще у нас есть клаудное решение То есть, например, можно не покупать EU-трек и не устанавливать у себя на серверах, а просто воспользоваться нашими В принципе, довольно удобно Контора небольшая, можно, например, просто попробовать В принципе, как по мне, так инструмент довольно удобный То есть я использовал Jira в Яндексе и вот на первой конторе мы там Redmine Да, Redmine, ну, не знаю, мы вот у себя Redmine юзаем и как-то, в принципе, довольны, честно говоря Я немножко смотрел на Jira, тоже ставил ее, но что-то как-то она... Ну, она тяжеловесная, мне кажется, она уже... Да, это монстр такой просто Да, там уже много всего Ну, у нас, как бы, мы стараемся на программистов затачивать То есть у нас там, мое любимое, так как я очень часто сижу в консоли Вот там есть, как бы, командный режим, где ты можешь все действия записывать через команду И для тех, кто, например, владеет слепой печати Вот, это, конечно, плюс Неприятнее Быстрее даже напечатать, чем на клипах А, ну, в смысле, можно сабмитить и вообще взаимодействовать с Ютреком из кли, из консоли, да? Нет, нет, ты прямо заходишь на сайт, и там можно вызвать диалоговое окошко, где у тебя, как бы, по сути, будет такой... Ну, как бы клип все до терминала, словно... Да, 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 да О, слушай, интересно, я как-то так... Ну, я Ютрек, помню, как он видел там первую версию, туда что-то... Ну, так у себя пока не стоял, мы, как ты говорил, Redmine пользуемся, но так... Ну, да, можно просто посмотреть на клауде, можно это бесплатно, если у нас срок, и за этот срок можно бесплатно просто потрогать Понятно, слушай, ну, расскажи теперь, наверное, вот там про технологии, про жизненный цикл более-менее понятно Вот ты там про тестирование говорил, да, соответственно, немножко поподробнее, то есть вы, ну, понятно, пишете, я так понимаю, через TDD, то есть сначала вы пишете тесты к задачам, да, к функционалу, к новому Потом его разрабатываете, и у вас тоже есть какие-то там фирмы, ну, или как у вас прогоняются тесты, каждый у себя разработчик, либо есть какой-то вот... Как это все потом сливается, условно говоря, уже тестировать, потому что одно дело протестировать там, ну, свой какой-то фич, и другое дело, когда все уже там много фич сливается в какую-то ветку в одну, вот как вот это все происходит Ну, у нас не через TDD, вот, во-первых, потому что не все, как бы, владеют, не все джавоскриптеры, потому что это тестирование стало популярным, мне кажется, только сингулярным, вот последние вот эти два года, оно, как бы, набирает силы, все больше и больше разработчиков начинают писать тесты Вот, два года назад, мне кажется, там, процент тех, кто писал тесты, был довольно мало Ну, наверное, да, даже не знаю Я говорю именно про клиентский тест, потому что на сервере, конечно, эта культура уже давно установилась, там уже есть инструменты, а на клиенте это было не так популярно, и, собственно, поэтому там было не так много инструментов Например, там, Jasmine был тот же самый, да, но вот все тест-раннеры, которые они были, вот, например, Dakarman, которые я видел, они все довольно-таки слабенькие, там очень много приходилось делать руками После того, как появился Angular, начали появляться вот всякие инструменты наподобие Karma, которые там просто конфиг настраиваешь, все, есть какие-то препроцессоры, которые позволяют, там, ECMAScript 6, конвертировать в JS, там, веб-паковские файлы, да, там, Muscommon.js, нотации, тоже конвертировать в обычный JS, то есть ты уже не задумываешься, ты уже не там, не саппортишь тот индекс HTML, который, вот, надо было, например, делать при жасмине Вот, это намного упростило написание тестов, поэтому сейчас разработчики начали все больше и больше писать Вот, но TDD, оно, оно непростое, вот, для этого, честно говоря, надо поменять, поменять свое мышление Не знаю, отчасти, наверное, как сдвиг парадигмы должен быть, потому что тут ты, получается, на первое место ставишь клиента, да, то есть ты уже как клиент, когда ты пишешь тест, ты клиент своего кода Ты описываешь, как ты хочешь взаимодействовать с этим кусочком, вот, и это довольно непросто, потому что обычно у людей в голове уже есть реализация, они хотят ее быстрее записать, вот, а потом уже отпестили Ну, да, да, тут вот, как бы, прямую роль, так сказать, там, плохого полицейского, дабы как-то в противовес поставить Вот, парадигма, ты же, вот, говоришь, что там уже есть реализация, но не всегда, тут даже реализацию как-то можно придумать заранее То есть она иногда появляется в процессе, только вырисовывается, то есть вроде бы ты там мог себе придумать какой-то интерфейс Типа, о, сейчас я вот тут сделал, у меня там будет, там, у объекта метод, там, не знаю, там, гет, там, не знаю, диаграмм, вот он мне все вернет и зашибись Потом ты начинаешь делать, и у тебя вырисовывается, что, блин, нет, так не проконает, надо тут по-другому немножко все сделать И приходится, соответственно, уже ломать тесты, заново переписывать, на это тратится время, вот это все Да, но в итоге интерфейс у тебя получается намного лучше, чем если бы ты вот написал с точки зрения реализации Если бы ты думал только о реализации, то, честно говоря, ты бы, наверное, потом, когда начал бы пользоваться, ты бы, например, интерфейс тебе бы уже не подходил, да Но так как ты уже написал это, то тебе бы просто было жалко это менять А так, как бы, ну да, приходится периодически, конечно, там, не угадываешь, приходится переписывать тесты Но тесты должны быть настолько простыми, чтобы это занимало, там, небольшое количество времени Ну, они же тоже, как бы, они же, тесты имеют свойство увеличиваться в количестве с каждым новым функционалом Да, ну, это необходимое зло Вот, поэтому, ну, я к чему это вел? К тому-то, что, на самом деле, у нас в проекте мы не говорим, что ты обязан писать через ТДД То есть, мы даже не настаиваем на том, чтобы писались тесты, как бы, вообще на все, да То есть, как бы, если можешь написать, то пиши лучше, ну, на все, да Если не можешь, то, как бы, ну, не пиши там или зови, мы тебе будем помогать То есть, у нас нет такой практики жесткой, что мы все должны писать тесты Но потихонечку, потихонечку люди вот пишут, пишут и втягиваются, то есть, уже там, сами периодически приходят, там, спрашивают совета Или, наоборот, дают совет, как лучше написать Понятно А по поводу того, как у нас дальше это все, ну, и как у нас это все проходит Во-первых, мы используем карму для тестирования JavaScript Потому что, на мой взгляд, это на сегодняшний момент, по-моему, один из самых лучших инструментов, которые есть В общем, довольно удобный, вот, и подходит под большое количество проектов Вот, я его даже внедрял в Яндексе, хотя там были самописанные технологии Но, в принципе, написать там три процесса для твоих технологий оказалось не так сложно, как мне на тот момент казалось Поэтому они запускают через нее, и каждый разработчик может у тебя локально на машинке ее запустить То есть, это как бы, когда я вот внедрял эту карму, это было одним из основных требований То, что первое, тесты должно было просто писать, и они должны были быстро исполнять Ну, и ты должен был запускать в любом месте, все равно на локальной машине То есть, тебе не надо было бы их пушить на сервер, чтобы там, он через пять минут прогнал твои тесты Поэтому в U-треке у нас каждый разработчик может склониваться в серии репозиторий Установить NPM-ские пакеты и запустить тест-ранер При этом в режиме Watch, например, если ты любишь, например, разрабатывать именно через TDD То есть, в режиме Watch это тебе позволяет, когда ты меняешь файл, у тебя сразу же сами прогоняются тесты Ну, да У тебя от тестов отдача очень быстро Слушай, а вот в этом случае у вас как бы и Continuous Integration-то как бы не особо нужен по большому счету То есть, у вас все тесты запускаются локально Ну, не всегда, видишь, не все не всегда их запускают Поэтому у нас, да, есть TeamCity, на котором собирается весь код, и там прогоняются тесты Собственно, если как бы юнит-тесты, ну, больше сейчас я говорю о юнит-тестах Если юнит-тесты падают, то билд, собственно, тоже падает У нас даже есть специальный телевизор, на котором мы выводим всю эту информацию То есть, если тест упал, то на телевизоре там сразу видно, что покраснел Я, слушай, а там запускается, нанося и запускается каждый коммит Или только в определенных ветках, только определенные реквесты, как-как? Да, у нас просто разработка, на самом деле, идет без фича бранча, по сути Мы работаем в одном бранче в девелопе, вот, и поэтому там, ну, на каждый коммит, да На каждый коммит запускается сборка Понятно Это, на самом деле, даже удобно, мне кажется Потому что с бранчами есть проблема, то, что они в какой-то момент становятся заброшенными И начинают расходиться Ну, их потяжелее настраивать В действительности, если ты хочешь настроить хороший continuous integration Ты должен сделать так, чтобы в этот бранч вливались последние коммиты из основной ветки Чтобы было сразу понятно, когда он поломался Ну, это, в принципе, это, на самом деле, ответственность, по большому счету, разработчика Который эту фичу разрабатывает, чтобы, когда ты ее делаешь Чтобы сливать себе самые актуальные изменения других разработчиков из девы, из основного Да, но есть просто бывают ситуации такие, когда, например, ты уже все сделал, да, в бранче Вот, но, как бы, время релиза еще не пришло А ты, как бы, этот бранч оставляешь и берешь другую фичу, да, в другом бранче Все, и тот бранч, получается, там, забыт на несколько дней, можно неделю быть забыт А вот через неделю приходит время релиза Не-не, ну, это плохой, конечно, да, подход, когда фичи оставлять сделанными, но в отдельных ветках нет Тут, наверное, вот у нас, как бы, есть там ветка, ну, релизов, понятно, там, мастер и что-то Есть девелоп основной, куда действительно, но, как бы, фичи разрабатываются каждым разработчикам в отдельной ветке Но, если она закончена, то, собственно, она направляется в виде мерджи квеста в дев Он проходит, там, код-ревью И, в принципе, если все ок, то он просто сливается в дев, и уже, как бы, он в деве висит Поэтому, если будет релиз, то эта фича закончена, и она уже 100% туда попадет Ну, это, да, это неплохой вовкол Ну, я знаю, говорю, вот такие вовколы, когда бранч могли там прожидать от нескольких дней до недели После этого было прям сущий кошмар, их мержет Ну, да, там уже дев протух, что называется, уже конфликт, и уже все это, конечно Ты уже начинаешь искать, кто виноват Кто виноват, тот ли, кто эту фичу сделал, да, или вот те коммиты, которые там были, когда ты замерзжен Да, да Мы, кстати говоря, вот в этом плане у себя На код-ревью ввели некий такой тайм-аут Ну, в том плане, что, поскольку у нас там все смотрят на код друг друга Ну, да, то есть там Magic Quest, и чтобы он, ну, в идеале за день был посмотрен То есть там, потому что, если это откладывают там на несколько дней То действительно он очень быстро протухает И это дополнительное время даже разработчику, чтобы его актуализировать Которое, в принципе, не нужно тратить Потому что, если бы его слили раньше, то он бы разлетел со всем остальным И уже конфликтов бы не было, то есть вот Но тут больше уже именно культура такая Именно вот там ответственность с точки зрения Как бы, что лучше чуть-чуть там забить на свои задачи Там, не знаю, или там задержаться ненамножку Но, или там в обед там чай сходить не попить Но посмотреть реквест, потому что Иначе, как бы, ты Получается, как бы, и свое время В дальнейшем потратишь все равно И другого разработчика тоже, потому что Ему придется там все это актуализировать Ну, вот, кстати, я забыл сказать У нас тоже применяется код-ревью Мы его делаем И там тоже люди приходят там по утрам Кто утром, кто вечером, выделяя себе Ну да, да, как бы обычная практика Либо по утрам, либо вечером Там, как бы, выделить время Знать, что это все равно время должно быть потрачено Это тоже, как бы, работа Это не значит, что там писать код в 8 часов Мерджи-квест, это такая же задача Тоже за нее, так сказать, есть ответственности Какие-то Ясно, слушай, ну, хорошо Вот, собственно, вы выпускаете релиз Все это вы сливаете, как бы, там Потом у вас какие-то наверняка там есть интеграционные тесты Там вместе с бэкэндом Ну, чтобы уже комплексно все это проверять как-то Ну, да, у нас есть отдельный отдел тестирования Вот, у них есть Свои, там, smoke-тесты Вот эти интеграционные тесты Вот, ручные тесты Но, помимо этого, мы еще начали писать свои End-to-end тесты Вот, есть Ну, так как мы используем Angular Под него, там, уже создана инфраструктура Вот эта карма есть Есть еще Protractor Такой инструмент для End-to-end тестирования Вот И мы потихонечку тоже начинаем писать вот такие тесты Там, например, начинали с простых То, что страничка просто открывается Вот Потом мы их усложняем Там, что создается виджет на дашборде Что мы можем создать репорт Ну, такое, то есть, уже, как бы, UI Тестирование UI, как бы, в каком-то виде, да, по большому счету? Да, да, да Ну, End-to-end, да То есть, от начала до конца С точки зрения, как бы, пользователя Мы тестируем наш интерфейс Делаем, в принципе, для того, чтобы тоже быстрее получить обратную связь Вот эти тесты, они у нас гонятся тоже на TeamCity Вот, и получается, ты закоммитил И буквально там тебе через полчаса могут сказать, что, например, у тебя там поломался, например, админка Хотя ты правил рекорд Вот А так бы, например, без таких тестов мы могли бы, например, прождать пару дней Пока оно дойдет там до тестировщика, да Ты потом пойди вспомни, какой камень, да, что поломался Слушай, а, кстати говоря, как часто вы вот тестировщикам, ну, в смысле, отдельному отделу передаете вот свои? То есть, это тоже как бы двухнедельные какие-то рации, или вот там ежедневные как-то фичи, или как вот это происходит у вас? Ну, сейчас у нас на спринте есть задачки для тестировщиков То есть, по сути, в эти две недели у нас как бы еще включено тестирование Вот, то есть, идет разработка, потом задачки с разработки закрываются, и открываются задачки на тестирование И тестировщики начинают тестировать Ну, то есть, там, порядка через 5 дней, вот, приступаем к тестированию Промежуток не такой большой Вот То есть, это в текущем проекте, в процессе у нас уже вот такое встроенное То есть, нам не приходится ждать там месяца, неделя Понятно, слушай, ну, здорово Расскажи, как вот во всем этом хорошая такая тема для обсуждения Вот, как при этом, при такой вот разработке итерационной, и там, большого вот такого проекта Сохранять код в хорошем таком состоянии, вот, чтобы как-то все-таки не накапливать технический долг Потому что он в любом случае появляется, да, ведь где-то там надо сделать что-то побыстрее Вот тут, ну, давайте сейчас там не напишем тесты, да, потому что надо там посрочнее Вот как вы с этим живете, боретесь? Ну, стараемся писать тесты Даже если посрочнее, если надо срочно, все равно стараемся написать тесты Вот Потому что без тестов очень тяжело рефактор То есть если ты, как бы, садишься рефакторить, то у тебя, вот, должен быть написан тест Иначе ты рано или поздно потеряешь что-то Вот И ты его рано или поздно напишешь, поэтому лучше написать заранее Вот Вот, но в глобальном масштабе мы просто выделяем на спринты задачки, которые у нас как технический долг То есть у нас есть технический долг, да, периодически нам надо это сделать быстрее Чтобы проверить, работает эта идея или нет Вот Но мы создаем задачи, в которых описываем то, что хорошо бы это место отрефактор Потом через какое-то время мы к ним возвращаемся и выделяем эти две недели и просто подчищаем Вот Слушай, а вот как-то там, не знаю, ну, со стороны там менеджеров Ну, вот, как бы, те, кто хотят, как бы, уже там новый релиз И вот там должны быть такие задачи, а вы тут, ребята, да у нас тут надо бы порефакторить Вот, как вы тут взаимодействуете Нам в этом плане везет, потому что наши менеджеры – это программисты И все друг друга понимают Они вас понимают Они их понимают и они сами разрабатывают, да Вот, поэтому в JetBrains такой проблемы нет, честно говоря, я очень радую Слушай, ну, это на самом деле очень круто, вот, прям даже не знаю, как порадоваться еще Да, вот в Яндексе, конечно, была проблема Я помню, когда мы начинали внедрять тесты Вот, менеджеры, конечно, были против Потому что они не могли никак понять, да, как это вот Ты пишешь какой-то лишний код, лишнее время тратишь Вот, и оно якобы там какую-то пользу принесет Да никакую, потому что он лежит где-то сбоку, да, проект же не двигается в этот момент Им было сложно это объяснить Вот, поэтому все начиналось из-под поля То есть там садился, настраивал структуру там Не знаю, даже в свое свободное время, да Ну да Потому что, ну, как бы я понимал то, что если я сейчас ее настрою Вот, то я тем самым себе там в будущем выиграю, да То есть я там потрачу меньше времени надо, чтобы разрабатывать какие-то фичи Поэтому начиналось все с под поля, просто настраивали Потихонечку писали тесты, вот, не говорили об этом менеджерам Вот, но потом там в какой-то момент пришла какая-то большая задачка Мы просто сели, реализовали ее через ТДД и показали менеджерам статистику Что вот у нас была похожая задача И там вернулось, например, там, не знаю, 50 багов, да А вот эту задачу, которую мы сделали там через тесты, вот, там, багов уже 10-15 Ну и, собственно, всем стало все понятно То есть, как бы, приводите цифры и менеджеры должны понять, что, например, тесты в этом плане улучшают Позволяют разрабатываться быстрее впоследствии Ну, еще как вариант, можно проводить всякие семинары, да Мы тоже это делали, устраивали проектные такие полки, вот, как Moscow.js есть, да Только вот мы в Яндексе собирались там почты, диском И рассказывали разные там методологии, либо фреймворки какие-то разбирали Вот, тем самым шаре знаний между собой и между менеджером Слушай, вот это, кстати, ты тут затронул там взаимодействие с другими вот подразделениями, командами, да Вот расскажи про твой опыт там, ну, в Яндексе и вот Джин Брейнсов Как бы компания большая, да, там, большие компании Есть отдельные команды, которые там, ну, вот, не всегда пересекаются или как-то коммуницируют Но, тем не менее, теоретически там где-то есть точки соприкосновения Ну, в смысле, там, используемых компонентов, там, не знаю, каких-то библиотек и фреймворков, подходов, да Как вот здесь, ну, делиться, не знаю, общаться, вот, как у вас это происходит Ну, в Яндексе это происходило, ну, то есть у нас была своя библиотека тоже в Яндексе, вот Которая использовалась между проектами, вот Ну, и знания мы шарили, собственно, просто вот с помощью таких встреч Вот, в Джин Брейнсе у нас тоже есть своя библиотека В которой участвуют все, все фронт-энд-разработчики, клиентская библиотека Все вносят свою лепту Плюс у нас есть, типа, еженедельная встреча фронт-энд-разработчиков, где мы обсуждаем, что мы сделали Вот, периодически обсуждаем там всякие тоже интересные новости А, ну, то есть, кто чего там нового посмотрел, изучил, технологии какие-то Ну, как-то вот обсудить, чтобы, может быть, она пригодится кому-то еще, условно говоря Да, да, ну и чатик, конечно, конечно, под это тоже есть чатик Где каждый там постит всякие там тоже статьи, еще что-то, свои мысли Ну, кстати, можно еще заметить здесь то, что мы, например, раньше, вот летом Очень часто мы ходили, например, просто подтягиваться, да, на что-то не засиживаться На месте мы там выделяли себе 40 минут и поднимались, там делали всякие упражнения Нажимания, подтягивания, вот, и в эти 40 минут мы просто как бы общались на разные темы И это было тоже очень круто с ребятами из разных краев Помимо того, что мы свое здоровье еще укрепляли, да, мы еще и шаги знаний Ну, хорошее, полезное дело, что можно сказать Ясно Слушай, ну, так основные темы вроде бы обсудили Расскажи, в принципе, вот, про какие-то, не знаю, там, ближайшие планы Вьютреки, чего интересного там ожидается вообще Как, куда оно движется Кстати говоря, тут же недавно был вот буквально даже на этой неделе ребрендинг Поменялись просто все иконки у всех приложений Расскажи, как у вас это было То есть у вас вьютреке тоже поменялось? Я просто как-то не обратил внимания Да, поменялось у всех продуктов, кроме Котлина Котлина только чуть-чуть задел У него задел только цвета В принципе, логотип остался прежним А утрек, конечно, поменялся А тебе иконки эти новые понравились? Или тебе больше? Ты вообще пользуешься продуктами JetBrain? Да, пользуюсь, конечно же Или что я тут с тобой разговариваю? Я очень не использую Да, 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 да Ну, нет, я, конечно, пользуюсь давным-давно Ну, довольно-таки давно У меня там, ну, веб-шторм, PHP-шторм в этой сфере Ну, как-то, поскольку я там PHP довольно-таки так давно раньше писал Как-то к нему ближе Вот, open-source у меня там лицензия Спасибо компании JetBrains за поддержку Вот, знаешь, новые иконки Они, конечно, ну, первое впечатление Это вот там Adobe Вот, как у них там Photoshop А и, то есть, как бы все под одну гребенку Потому что раньше, конечно, у каждого продукта Была своя такая индивидуальная иконка Ну, какая-то там вот особенность, да Там тут такое, там PyCharm свое Там P такая, да, тут там, веб-шторм Сейчас, конечно, они все Вот, ну, то есть, отличаются только там вот Буковками в этом там черном квадратике Это, конечно, немножко как-то так расстраивает Ну, с другой стороны Как бы, наверное, периодически надо проводить такие штуки Вот Ну, как бы привыкнешь, скажем так Мы тут в Твиттере общались тоже с ребятами Решили, что, знаешь, ну, ничего, поворчим И привыкнем, что называется Ну, там еще не цветами отличаются Там есть лучики счастья, которые отличаются цветами Ну, да, да, там вот эти вот, как бы формы вот этих вот Бэкграунда вот этого, вот такой, обучка Или что там такое, что-то на заднем плане Соответственно, немножко разные и, да Ну, могу выразить свое мнение по поводу, почему это было сделано Давай То, что на самом деле Хотелось, чтобы люди понимали Какая компания стоит за продуктом Ну, то есть, если бы Ну, если они увидят старый логотип Идеи там или WebStorm Они подумают, что это может быть просто отдельная какая-то контора Да, WebStorm И U-Track, и они никак не связаны Вот А здесь, как ты заметил, они все похожи вот на продукты фотошоповские, да Потому что ты сразу узнаешь фотошоповский продукт по логотипу Вот А ты здесь-то, открывая любой там продукт Не знаю, будь то WebStorm, идея или U-Track Ты понимаешь, что это JetBrains'овский продукт Вот И он, как бы, не один, а может быть несколько Ты можешь, как бы, зайти на сайт и посмотреть, какие еще продукты есть Потому что, видимо, очень часто пользователи ассоциировали с JetBrains'ом только идею, да Ну, идея Большая идея там WebStorm Да, идея, конечно, она, так сказать, была первой и основной И является Поэтому, конечно, там все про нее более-менее наслышаны Вот А уже всякие там другие, там, Пайчармы, я не знаю, там, Силайны, там, Ноликс ДБЕ Это вообще такие штуки более свежие, которые народ даже еще, действительно, многие не знают, что это Ясно Ну, в общем, хотелось, да, чтобы было единообразие, чтобы люди, как бы, заходили и смотрели, какие еще продукты есть Помимо идеи, потому что у нас очень много хороших продуктов появляется, продолжают появляться Ну, и еще языки Да И языки тоже Слушай, ну, здорово, спасибо тебе, что рассказал столько всего интересного Не знаю, может быть, в заключении что-то еще скажешь полезного, интересного для наших слушателей Ну, не знаю, что сказать Ну, мне кажется Ну, там, не знаю Как на пульсе Да, какое-то на пульсе полезное слово Мне нравится, когда вот люди одержимы своей работой То есть я тоже одержим и хочется, чтобы вот побольше было таких людей Ну, в хорошем плане одержимы Потому что периодически встречаются люди, которые относятся к нашей работе как к работе Вот, а из этого, как мне кажется, ничего хорошего не получается Работу надо свою любить И тогда, мне кажется, все станет проще намного и в мире разработки тоже Вот, появятся такие вторые ангуляры, третьи, реакты, кармы, другие инструменты Вот Ну, я, пожалуй, только могу согласиться с тобой Поэтому добавить тут нечего Максим, спасибо тебе большое, что пришел в гости Было очень интересно Тебе спасибо, что позвал Вот, друзья, всем спасибо, что были с нами И до новых встреч Пока-пока Пока Пока Продолжение следует...